Певческие традиции древних времен и современности. Валаам на два дня стал центром православного песнопения. На острове проходит второй международный фестиваль «Просветитель». Он объединил участников из Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Ливана, Румынии и России. Главная тема смотра в этом году – двунадесятые праздники. Выступление духовных хоров сопровождается чтением стихотворений Лермонтова Тючего Блока. Ко множеству эпитетов валаама – дивный, богоспасаемый, святой – прибавился в эти дни еще один – поющий. Главные площадки – знаменитый Спасо-Преображенский собор с прекрасной храмовой акустикой, а также певческое поле. Опен-эйр-сцена построена специально для фестиваля. В программе первого дня – песнопения праздничных богослужений. Тексты православных песнопений одинаковые, но звучат они здесь абсолютно все по-разному. Разные языки, разные манеры, что удивляют не только гостей фестиваля, но и специалистов церковного пения. Большинство участников фестиваля – профессиональные музыканты. В армянском хоре «Спегани» в переводе «Бальзам для души» поют выпускницы Ереванской консерватории. Они исполнили средневековые маноди, старинную нотацию которых расшифровали на кафедре духовной музыки консерватории специально для выступления на Влааме. Древнее песнопение в программе практически каждого коллектива. Российский ансамбль «Квеста Мьюзика» обратился к стилю, который просуществовал лишь несколько десятилетий в 17 веке. Так называемый ранний портес – образцы, которые можно сравнить с нидерландской полифонической школой. Архимандрит Серафим Бетхариби из Грузии ведет службу и поет псалмы на арамейском языке – языке Христа. Чтобы его послушать, в небольшое грузинское сло в Цхентарском районе приезжают тысячи паломников. А ролики с его записями в интернете набирают рекордное число просмотров. Впрочем, звучать будет не только старинная музыка. На певческом поле исполнят сложнейшие произведения современных авторов. В их числе сочинение эстонского композитора Арва Пярта и хоровой концерт Альфреда Шнитки на стихи армянского поэта Григора Нарикоцы. Фрагменты из книги «Скорбных песнопений» прочитает артист Вениамин Смехов. И это очень мудро, что именно здесь будут раздаваться звуки армянских голосов и гения армянской и всех христианской культуры. Ибо оттуда пошло христианство. С горы Арарат. Еще одна особенность фестиваля «Просветитель» – душевная атмосфера. Ведь только через душевное лежит путь к духовному в нашей жизни. Надежда Гусарова, Антон Михайлов. Новости культуры. Остров Валаам.